Друзья, судя по тому, что выпуски, которые я снимал об Армениях в разных странах мира имеют разные количества просмотров, самые маленькие, самые большие, я решил их скомпоновать и сделать все воедино. То есть соединил Армении Белиза, Сальвадора, Гондураса, Колумбии, Филиппин и все это вам продемонстрировать снова. Возможно, вы все их видели, но, скорее всего, вы видели, не все что-то пропустили. Можете посмотреть, сегодня у вас есть великолепный шанс от начала и до конца. То есть Армении и всех странах, о которых я вам сейчас сказал, страны, которые я вам сейчас озвучил. Также хочу напомнить про книгу, первый том записок странствующего армянина, который уже вышел. И заказать вы его можете, если заглянете сюда, в ютюбе, в описании. Там имеется вся информация, как заказать эту книгу. Если вы не можете найти, являетесь человеком более старшего поколения, что очень часто бывает, ну попросите кого-нибудь из молодых, они вам подскажут, где это описание и как можно приобрести книгу. Не надо мне писать в личку, здесь все есть. Потому что, ну, вас много, а я один. Я же не буду в личках вам всем отвечать, как заказать книгу. Я же не зря говорю здесь, в эфире, иначе зачем я здесь говорил, если отвечал бы каждому из вас, значит, в личке. Пожалуйста, смотрите, заполняйте купон, оплачивайте, получайте ваш экземпляр, значит, книги. Вся информация есть. Если вы живете в России, как оплатить, и если вы живете за пределами России, тоже имеете информацию, как оплатить. Ну, например, здесь, в Берлине, у Бранденбургских ворот, возможно, вы живете где-то здесь. Поэтому тоже можете, значит, заказать. Ну, а сейчас предоставляю вам эфир «Планета Армении». Прошу любить и жаловать. Когда я ехал в эту страну, а ехал я из Соединенных Штатов, из Хьюстона, то меня долго не пропускали таможенники. Почему-то посылали меня в доместик. А мне нужно было в Интернешнл. А в конце концов, я не послушался их и пошел в сторону Интернешнл. Потому что я понял, что американские таможенники не совсем разбираются, где находится та или иная страна, а тем более эта страна. Не нужно вспоминать Задорнова и повторять сейчас его крылатую фразу. Все не так. На самом деле, об этой стране мало кто знает. Ну, может быть, какие-то подготовленные люди слышали. Потому что, когда я и в России говорил о том, что еду в эту страну, не все понимали. Говорили, куда? В Тбилиси? Ну, я говорю, ну, конечно, да. Прямо из Хьюстона в Тбилиси. Нет, это не Тбилиси. Эта страна находится в Центральной Америке. Я не знаю, вы меня слышите или нет, потому что здесь недалеко идут ремонты какие-то. Значит, страна находится в Центральной Америке. Единственная страна, которая не имеет выхода к Тихому океану. Это конституционная монархия. Она хоть и независимая, но, тем не менее, правит здесь балом английская королева Елизавета II. И назначила здесь своих генерал-губернаторов и премьер-министра. Итак, вот, вы видите, это страна Белис. Да, ребят, я сейчас нахожусь в Белите. За мной, вот, помимо того, что идут ремонтные работы, еще и местные жители шумят очень громко. Ну, что ж, поделаешь, как-никак южане. Кстати говоря, местные жители здесь все чернокожие. Ну, не все, практически чернокожие. Это потомки бывших рабов. Это бывшая британская колония. Раньше эта страна называлась британским Гондурасом. Теперь называется Белизом. Я сейчас нахожусь в городе Белиз-Сити. Площадь страны где-то порядком около 23 тысяч квадратных километров. Население чуть больше 400 тысяч человек. То есть, вы понимаете, что эта страна небольшая, граничит только с Мексикой и с Гватемалой. Проживают также здесь индейцы майя. Проживают также здесь индийцы. Не индейцы, а индийцы. Вот уж не знаю, как они сюда попали. Я думаю, вместе с Британской империей. Учитывая, что Индия тоже была, значит, британской колонии. Так вот, вы спросите, что ж тебя сюда привело-то? Что тут армянского в этой забытой богом стране? Еще и в Центральной Америке, в такой малюсенькой стране конституционной монархии. Что тут армянского? Где тут Армения? Кроме того, что когда-то очень давно, значит, послом Российской Федерации в этом государстве был этнический армянин. Все не так. На самом деле, это государство имеет прямое отношение к Армении. Потому что Белиз – одна из немногих стран, где есть город Армения. И вот прямо отсюда, из Белиз-Сити, я отправлюсь сначала в Бельмапан, а оттуда в городок Армения, где я снова включусь в эфир и вам расскажу. Кстати, что касается местных жителей, то они, насколько я знаю, насколько правдивы источники потомки жителей нынешней Анголы. Почему к такому выводу пришли, значит, исследователи? Потому что в современной стране, в современной Анголе, есть тоже городок под названием Белиз. Белиз достаточно там старенький в Анголе. И поэтому принято считать, что тот Белиз в Анголе начало-начал этому Белизу. Потому что современное государство Белиз получило свое название значительно позже того Белиза в Анголе. Белиз. я оказался здесь в каком-то дремучем лесу но красота офигенная это по дороге в армению вот такой тут лес ну просто супер правда мне еще отсюда выбраться надо будет надеюсь геолокация у меня будет и здесь она не везде с интернетом проблемы но надеюсь да тут еще и комары кусаются насколько я иду в дебри я не знаю пока вот я думаю до какого-то места сейчас дойду и надо будет сворачивать назад потому что тут что-то что-то тут такое непонятно иду и думаю чуть туда это вообще зачем я туда иду пошли мне там делать а как вы думаете ушел мне там делать максимум каких-то может быть животных встречу или никого не встречу я не знаю наверное я пойду к речке и надо выбираться потому что скоро темно комары кусают москиты конечно прожорливые существа так что я пойду назад в общем то выдвигаюсь уже назад здесь конечно очень красиво дорогу я нашел назад но комары конечно ужасные большие не такие как у нас ночью выдвигаюсь и расскажу вам об обещанном потому что ехать туда еще минут 20 до армении да хочу сказать еще одну такую вещь значит это касается только граждан россии если вы гражданин россии to be lis это единственная центрально-американское государство куда вам нужна виза какой толстая дерево красиво вот это единственная центрально американское государство куда вам нужна виза если у вас европейский паспорт е.с. либо американский, либо канадский, то виза не нужна. А гражданам России, в Белиз, нужно получать визу. К сожалению, посольства Белиза на территории России нет, поэтому визу подают обычно в британское посольство. Но ждать очень долго. Не советую. Поэтому, если вы соберетесь в Белиз, лучше сделать так, как я вам говорю. Иметь при себе уже мультишенген, либо американскую визу. Вот с американской визы вы спокойно попадете в Белиз. Но если, конечно, вы захотите сюда, потому что это государство недешевое, далеко от России. Ну, а так, если попадете, будет просто здорово, конечно. И в Армении побываете. Но, тем не менее, не только в Белизе имеется Армения, а в дальнейших Армениях я вам еще расскажу. И покажу даже. Потому что на Белизе-то я не буду останавливаться. После Белиза еще будут другие Армении. Но это же будут в других выпусках. Ну, все, я побежал на автобус. Так что, до встречи в Армении. Ну, вот, купил билет из Бельмапана в Армению. Ехать всего около 20 минут. Это радует. А вот и мой автобус подъехал. Следует пункт Аккорда. Горда, вернее. Через Армению. Ну вот, расселся. Видите, какая у меня кепочка. Это что-то там меня за своего принимали. Ну, что ж, путь в Армению. Ну, вот, это их школа. Если я правильно понимаю. Твошь. Так. Это школа. Ну, в общем, я вам скажу так. Это, конечно, не город. Это больше деревня. В нашем понимании. Но все равно симпатичненькая. Симпатичненькая деревушка. Пройдемся сейчас дальше. Посмотрим, что есть еще тут на окраинах. Вот такое поле для футбола или для гольфа. Я не знаю уж, что в этой стране наиболее популярно. Ну, вот, собственно говоря, и сама школа. Кстати, вполне такая, прям, хорошая деревня, как в Армении, той материнской Армении, которая страна. Смотрите. Ну, кроме, конечно, вот этих пальм, кокосов, а все остальное, прям, один в один. Видите, как тут? О, как зелено вокруг. По-моему, замечательно. Смотрите, даже белье развешивают, так, как мы. Детишки Майя. Сейчас они уже ходят все без перьев. Шучу. Ну, в этом доме вряд ли Варчапец живет. Какой-нибудь холоп, потому что есть дома и побольше. Шучу. А вы Армениан? Угу. Мне, too, Армениан, но из Республики Армениан. Ага. Я Армениан, органик. Ага. Ну, вот, видите? Вот такие вот армянские девушки, майя. Девочки, наверняка, даже и не поняли, кто это, че он там хочет от нас, из какой такой Армении. А вот и местная протестантская церковь, церковь Бога, деревня Армения. Я так понимаю, я так понимаю, это церковь евангелистов. Ну, и рядом барашки. Собачки на меня лают, незнакомец. Деревня такая полупустая, все чем-то заняты, сидят по домам. Одна школа более-менее оживленная, и то в классах дети занимаются. Обратите внимание, местное кладбище. Если вы заметили, часть могил с крестами, часть без крестов. Это говорит о том, что те, что католики, они ставят кресты на надгробие. Протестанты же этого не делают. В лучшем случае, какие-нибудь страницы из Евангелия. Либо же просто цветы, как вот здесь. Кстати говоря, Армения единственная на территории Белиза точка, где живут испаноязычные. То есть здесь не говорят по-английски, вернее говорят, но не являются их родным языком. Здесь испаноязычные живут. Да и испанский тоже для них не родной язык, потому что это индейцы. Но они испаноязычные индейцы. Значит, сама эта Армения, к той Армении, настоящей Армении, отношения не имеет. Получилось так, что здесь первые поселения были открыты индейцами из Сальвадора, из города Армения. То есть они бежали, когда там случилась революция. Они бежали из той сальвадорской Армении. И в то время, значит, как я говорил, Белиз был британским гондурасом. Поселились здесь, в Белизе. И основали вот эту вот самую деревушку, которая разрослась. Назвали ее в честь своей той самой сальвадорской Армении. А вот что там, в сальвадорской Армении, это еще нам предстоит выяснить. Впрочем, дадим слово тому самому потомку беженцев из Армении. Он вам сам расскажет. Мой отец родился в городе, в Аль-Сальвадоре. И название этого города – Армения. So, some of the first people that came to this village were Salvadorian refugees that fled the conflict. They fled the conflict in El Salvador. And so, when they came here, they named the village Армения. But that's because they came from El Salvador that has a big town, city. That is named Армения. That's why. So, it has nothing to do with the Армения in Europe. I don't know if... Why they named the name Армения in Sardavora. I don't know. Ну что ж, пойду в обратную сторону. В Белизе, к сожалению, как и по всей Центральной Америке, нынче сезон дождей. Поэтому больше не хочу попадать под ливень этот тропический. Уже не раз такое было. У меня не только вещи промокли. У меня даже некоторые документы промокли в рюкзаке. Поэтому это очень чревато. А укрыться негде. Ну, разве что попросить гостеприимным армянам Майя в дом переждать дождь. Ну, пока что, слава богу, что-то поморосит, перестанет, поморосит, перестанет. Ну, нужно возвращаться. Здесь очень много на окраине красивых мест. Но, опять же, сезон дождей. Я, к сожалению, не могу себе позволить подняться выше и показать вам красоты этой деревни. Захотите, сами приедете. Далеко, да, но это стоит того, чтобы увидеть такие места. Так что буду возвращаться. Прежде чем отправиться в Сальвадор, в Сальвадорскую Армению, я еще побываю на пирамидах Майя Шунатунч. Это не то, что вы подумали. Майя Шунатунч не имеет отношения к Шунатуну, собачьей будке. Хотя, кто знает. Единственное, что я знаю, что на флаге Белиза топорик сбитый точно не имеет отношения к антитопору. И снова добрый день. В прошлый раз в Белизе я вам показал деревню Армения в этой стране. Теперь я прибываю в другой центрально-американской стране, в небольшом государстве Сальвадор. И здесь есть тоже своя Армения, только уже не деревня, а целый город. По последним данным переписи, в этой Армении проживает 35 тысяч человек. Основанное это поселение было в 1550 году индейцами-пепилами, о которых я сейчас расскажу. Вернее, не о пепилах, а об этом городе. Почему бывшее название Гуай-Моко, которое основали индейцы-пепилы, нынче называется Армения. Кстати, город довольно-таки светлый и очень красивый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такой вот небольшой, но достаточно симпатичный городок. А дело было, значит, так. В начале 19 века, в самом начале 19 века, когда поселение еще называлось Гуай-Моко, сюда прибыли католические монахи из Италии, из Рима, из Венеции, из Флоренции, из Испании было много монахов, и каждый распределил себе территорию, где он будет проповедовать христианство среди местного индейского поселения пепилов. Среди них были и армянские монахи из Венеции, и мхитаристы. Им досталось Гуай-Моку. Здесь они в этом Гуай-Моку и проповедовали христианство, естественно, католическое христианство, ни в коем случае не православное, так как мы знаем, что хитаристы были католиками. Через некоторое время сюда стали прибывать другие армяне, я так понимаю, это близкие родственники этих монахов. Стали они прибывать не для проповедания уже, а чисто для светской жизни, для торговли, для, скажем, налаживания экономики в этом регионе. Они здесь выкупили несколько угодьев земли под какао-бобов, стали его выращивать и продавать. И самая известная фамилия, которая здесь была из тех светских армян, это Сингулян. Он остался здесь, в отличие от других армян, которые позже смешались уже с местным населением, или выехали в другие регионы страны. Сингулян остался здесь семьей, и дорос до мэра... Минут, что же... До мэра Гуаймоху. И при нем стало впервые называться это поселение Сан-Сильвестре Армения, то есть в честь святого Сильвестра, покровителя Армения. Ну а далее уже и из названия поселения Сан-Сильвестр было убрано, это уже не им. Стало поселение называться Вилла Армения. Ну а еще позже, уже в начале 20 века, месту придали статус города, и он стал называться город Армения, где я сейчас и нахожусь. Кстати говоря, здесь сейчас нет ни одного местного жителя армянина по национальности. Как я сказал, большинство смешались с местными, либо же уехали. Вот такая история города Армения, во всяком случае в Сальвадоре. Ты армянин? Да, я был армен Ни. Я тоже. Поехали, что ты знаешь歌? Почему ты этот цитат в том, насколько это называется Армения? Я знаю, я их называл именнания на русский рамянин, Ponятельно, Владимир Марьи, был жив onde 11 больше человек этого плем случаев. Армени серруков Он преж rel 해�كن у нас временита, русские люди, Обратите внимание на эти горы, лесистые, очень красивые, может быть поэтому мухитаристам очень захотелось остановиться и проповедовать именно в Гуаймоку, а не в каком-нибудь другом месте. Город Армения буквально в колодце и окружен красивыми горами, чуть поодаль уже с Сан-Сен-Аты. Вот такой обычный латиноамериканский городок. Пепилка с пепеленком. Ну и чики пепелята. Местные жители дожидаются автобуса, который едет в Сан-Сальвадо. Давайте на них посмотрим. В их лица. Вроде ничего армянского. Вот гляньте, что я нашел. Какое поэтическое красивое название на стене кто-то расписал. Это в честь, наверняка, столетия. Да, в 2019 году была роспись 9 сентября. Значит, Армения сальваторская отмечает свой день рождения 9 сентября. Запомним. Вы знаете, пока я нахожусь в Армении, скажу вам честно, Армения мне больше понравилась, чем Сан-Сальвадор. Столица страны, ну, какой-то захудалый город, я не знаю, на любителей может быть, но, честно говоря, мне Сан-Сальвадор не понравился. А вот в Армении есть чем заняться, хотя и маленький город, да и вообще и Сан-Суната, и другие города Сальвадора, они намного интереснее и приятнее выглядят. Ты чище, чем, скажем, Сан-Сальвадор. Ну, это я по секрету, пока рядом нет жителей Сан-Сальвадора. А вообще не в моих правилах говорить что-то плохое о стране, где я пребываю, и о жителях. Ну, я привык видеть только плюсы, и это, наверное, хорошо. Ну, что, друзья, мне пора возвращаться в Сан-Сальвадор. Я еще пару дней буду здесь, а потом собираюсь в другие Армении, в частности, в ближайшую, которые находятся в Гондурасе. Я не зря сказал, которые, почему я так сказал, вы узнаете в будущем выпуске об Армениях. А пока, до встречи в Гондурасе. Сан-Сальвадор. 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 когда мои близкие узнали что я в гондурасе стали меня расспрашивать не страшно как гондурас это же одна из криминальных стран мира так вот отвечаю мне не страшно потому что я здесь самом прямом смысле у христа за пазухой а посмотрите на эти виды это панорама тегусигальпы вроде бы такие одноэтажные строения но так красиво и если рим находится на семи холмах то тегусигальпа наверное расположена на сотни таких холмах отсюда сложно это заметить но если приглядеться вы увидите что каждая частичка которая называется колониями находится на определенных холмах особенно мне нравятся вот эти которые освобождены от всяко разных строений еще раз вам я покажу христа спасителя вот что-то такое подобие рио-де-жанейро но не совсем здесь христос меньше ну и по деньгам стоит меньше всего 10 господи дай бог памяти дай бог памяти как же деньги-то называются нет бог мне памяти не наверное мне нравится что я снимаю но в общем а 10 местных денег вот как я только стал за спиной христа так он мне дал сразу память местные деньги называются олимпира это в честь местного индейского вождя он давно уже жил он давно уже мертв а так вот всего 10 лимпиров сюда вход но это нормально потому что за парком нужно ухаживать это все приветствует приветствуется боже мой я заговариваю что что я хотел сказать знаете правы все таки бывалые когда говорят что не ту страну назвали гондурасом ну вот скажите мне зачем гондурасу аж 4 армении на ее территории причем две из них одинакового названия то есть две армении называются армения нуэва одна армения просто армения а четвертая армения армения бунита армения нуэва находится в разных концах страны одна на юге вторая на севере причем то что на севере ничем по красоте не отличается от той что на юге так что на юге знаменита своими родниками так что на севере карибским морем это курортное место такое местная сочи я бы даже сказал ла сейба и нуэва армения так вот здесь четыре армении знаете о чем подумал вот армения как птица феникс ее каждый раз уничтожают и она снова и снова возрождается причем возрождается она порой даже осколками и в разных частях страны ну я вам вкратце расскажу от чего здесь армении вот я вам рассказал про белиз я вам рассказал про сальвадор а почему здесь армении h4 в принципе по той же причине что и в белизе а во время революции в сальвадоре из города армения в сальвадоре бежали меньше местные индийцы те самые пепели о которых я говорил вы же помните что значит местные как католики армяне извиняется им хитаристы их близкие светские родственники скрестились там с пепельками и родились новые пепила армяне ну и дальше вообще армянский след закончился остались одни только пепилы и пепельки так вот после революции эти все пепельки бежали в гондурас как и в белиз ну и в разных местах естественно им приходилось останавливаться создавать новую жизнь кто-то остановился на юге гондураса и назвал свое новое поселение армения в честь то есть своей сальвадорской армении кто-то поселился на севере у карибского моря назвал также армении честь своей той сальвадорской армении причем не просто армейна но его армения то есть новая армения где они поселились ну а некоторые из значит их родных поселились других значит местах и просто назвали армения и армения бонита то есть красавица армения вот так в принципе и произошли эти все гондураски армении как вы понимаете и в принципе на этом я уже на гондурасе заканчиваю этот свой бьяхар по-испански путешествие по армениям да я вам рассказал а чего в белизе армения откуда взялась армения в сальвадоре откуда взялась армения в гондурасе кто не видел можете перекрутить назад и посмотреть эти мои выпуски ну и в прошлом году конечно же я побывал в колумбии где имеется самая большая из всех этих городов армения и также я рассказал как возникла эта армения в колумбии так что можете а заглянуть выпуск по моему называется армения без армян колумбия ну вот впрочем и все и все вот эти вот армении а конечно же как я и обещал будет книга где куда войдут мои первые 40 стран по армянским следам и более подробно о своих странствиях о путешествиях я расскажу уже в этой книге и еще немаловажный такой аспект на что хотелось бы тоже обратить внимание дело в том что местное население армения но я в гондурасе они очень гордятся армянским происхождением ряда своих кумиров например шер например шарлем азнавуром но и кто-то из них конечно понимает что это не они это как раз таки этнически армяне то есть как я прошлом выпуске сказал натур продукт да органик а вот но все равно они гордятся ведь они же себя тоже называют армянами и соответственно для них эти артисты эти важные персоны мировые известности тоже армяне поэтому для них они впрочем родные ну сами послушайте сейчас там мой интересант и кому по рейхмпло и грамм кантанте азнавур салона азнавур сэки с армению там бензи кетер из армения противо савида и там бензи у луча дарки тени а он программа на аргентин и киевом маркин кара карадабахи аналуа си сэки с армению и тамбен сэки туму 1 или муча история ай муча архитектура романа армения полу полосы кстати судя по всему здесь побывал тот самый знаменитый фейковый азербайджанский зодчий кремли который построил кремль в москве обратите внимание на эти зубья ну похоже на кремлевский вот тоже крепость чем не крепость смотрите стены огорожены от тропинок парк от тропинок вот такие вот стены похожие на кремлевский правда меньшего размера и такие же зубчики я так понимаю либо сам кремли либо его тот самый отрок если у него был такой таковой побывал здесь гондурасе и построил вот это вот эту стену правда я не знаю как тут называется может карима какой-нибудь но это не важно главное что архитектор кремли хотя чай тут их вспомнил вообще не в тему обратите внимание на корни этого дерева она старше нас всех нас всех всех кто сейчас этот сюжет смотрит обалдеть дерево называется кстати ласаиба это священное дерево индейцев центральной америки она священная и в гондурасе и в сальвадоре и в гватемале гондурасе кстати честь этого дерева назван целый город кстати говоря всего лишь получасах езды от города нояба армения знаете что я понял из своих путешествий по миру абсолютно неважно с какими лозунгами сказать от какой политической партии какого политического движения приходят во власть люди вот абсолютно не важно важно с какими намерениями эти люди идут во власть вот во многих странах возглавляют государства президенты от самых разных движений ультраправых ультралевых центристы и так далее и их любят некоторых любят некоторых ненавидят где-то коммунистов любят где-то их ненавидят и наоборот ультраправых любят также ненавидят а где-то они приходят к власти и делают все во благо народа а к чему я это я к тому что здесь гондурасе и в сальвадоре во всяком случае как бы ни жили люди кто-то бедно кто-то богато но тем не менее они они очень уважают своего лидера своих лидеров и это очень важно они считают что их новые президенты сделали достаточно для того чтобы народ чувствовал себя лучше повысил зарплаты пенсии вот например в сальвадоре в 2019 году пришел во власть вообще такой фрик я бы даже сказал туркменский президент даже отдыхает сравнение с ним он молодой 41 год этнический палестинец христианин пришел во власть из каких-то таких музыкальных кругов его фотографии в основном вот если погуглить можно его увидеть его фраке или в костюме как будто галстуке нет а в кепочке джинсах порой даже рваных джинсах виде как они называют и клипмейкеры а те которые работают на дискотеках забыл их название давно не бывал в ночных клубах диджей его качестве диджея его больше знали этого президента и в то же время он искоренил коррупцию в сальвадоре он полностью уничтожил преступность которая была в этой стране он уничтожил в политических структурах эту преступность и коррумпированность многих посадил многих казнили казнили в основном из уличной группировки уличных сальвадорских банк и то же самое нынче происходит здесь гондурасе вот говорят гондурас одна из самых опасных стран мира это так но сравнению с тем что было здесь три года назад и сейчас я бы не назвал гондурас одним из самых значит коррумпированных и самых опасных стран да в сравнении с сальвадором здесь пока еще не так хорошо в этом отношении но дело двигается и народ чувствует это вот поэтому я и сделал для себя такое заключение что неважно из каких политических ячеек эти люди и вообще состояли ли они ранее в политике важно что они делают пока они находятся в этой самой политике нас и полосы и полосы и полосы и по вокруг нас ибо эти причудливые деревья кстати какой вид отсюда на тегуси гальпу это я уже со стороны главного и храма здесь тоже отдыхают люди ну и наверняка вам захочется узнать сколько в этих странах проживает технических армян я отвечу вам честно не знаю дело в том что и в билизи и в гватемале и в сан в сальвадоре в гондурасе во всех этих странах центральной америки последняя перепись проводилась в начале миллениума в самом начале двухтысячного года это даже девяносто девятый год где-то в двухтысячном году и в сальвадоре было всего граждан я имею ввиду сальвадора этнических армян было всего значит 12 человек но это наверняка либо две семьи либо три семьи значит в гватемале 15 человек в билизи 5 человек в гондурасе здесь чуть поболее 17 человек это все что я знаю что стало с этими армянами мне не известно со мной здесь никто не виделся ни с кем из армян я здесь не встречался ну разве что только с армяно-индейцами и все но с этническими армянами к сожалению я не встречался ну вот как есть ну что закончу значит мой репортаж из гондураса и отправлюсь отсюда в следующую страну какую я пока промолчу на этот раз будет такая та страна где разговор будет не об армении а об армянах так что ждите следующего выпуска до скорого на земном шаре 8 городов с названием армения все они находятся в латинской америки три из них армения армения нуэво и армения бонито в гондурасе по одной армении в сальвадоре и билизи однако самая крупная армения с населением свыше 260 тысяч человек расположена в колумбии в наших широтах многие слышали о колумбийской армении но мало кто бывал я решил восполнить этот пробел и отправился туда из жаркого июньского техаса это значит что в армении сейчас зима 50 минут лету и я в кофейной столице колумбии департамента киндио армении в аэропорту Эль Эден Райский надпись на испанском Bienvenidos a Ciudad de los Milagros Армения добро пожаловать в город чудес Армению сами армяне местные жители оказались тоже людьми чудесными жизнерадостными природа удивительная пробыв здесь несколько дней я понял что среди местных армян я один натуральный в колумбии живут еще такие же натуральные армяне колумбийские но все они как правило в крупных городах Боготе Медельини Кали Картахене и Баранкини всего их вместе взяток по последней переписи не так много около 300 человек Армения один из самых чистых и красивых городов Колумбии вы не встретите в нем крупных строений а главными его достопримечательностями считаются два знаменитых музея музей исчезнувшей индейской культуры Кимбая в нем хранятся археологические образцы древней индейской культуры и музей кофе также здесь находится несколько университетов главный из которых университет Дель-Ла-Гран-Колумбия и Дель-Гиндио как и во многих южных городах население Армении нерасторопное больше отдыхают чем работают такое ощущение что сиесты в этих краях не заканчиваются а работа не волк в лес не убежит возможно это есть одна из причин среднестатистический армянин или житель колумбийской Армении как вам угодно мало знают об истории своего города а почему город называется Армения почему сказать правда Армения история Армения не знаю не знаю почему ее называют я знаю что Каларка говорят Каларка из Индии и есть индий который назывался Карлакан то есть то есть Каларка но армения не знаю а ну а ну и а 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 но не много, не много, не много, я знаю где она, я знаю, что она в Азия, в Арарат. Я настоящий арменный, и ты родственник. Вы знаете что-то о немецком стране? О немецком стране. В Армении Киндзио и Армении Антиохи. В Армении, в армии, в армении, в армии, в армии, в армии ganала митзио, как и旅 ח've Матланта, в армии, в армии, в армии и в армии гором. Вы хотите видеть Армении? Да, мне хочется узнать Република Армения, чтобы иметь другую перспективу о том, что Армения, Киндио, против Републики Армения. Впрочем, я понимаю этих армян-колумбийцев. Если заглянуть в справочники, то почти везде одно и то же. Мол, Армения была названа Арменией в память об армянах жертв геноцида. С той лишь разницей, что одни упоминают гомедийскую резню 1894-1896 годы, другие 1915 год. А дело было так. На месте нынешнего города Армения находился небольшой населенный пункт Вилья-Ольгин, который с годами стал становиться больше из-за прибывавших сюда рабочих сборщиков кофе. 4 июня 1887 года президентом Колумбии вновь стал писатель, журналист, юрист и политический деятель Рафаэль Нунис Моледо. В начале 1880-х он уже занимал этот пост и пользовался уважением среди населения. Талантливый президент даже стал автором гимна Колумбии. Кстати, Рафаэль Нунис упоминается в романе Габриэля Гарсия Маркеса «Любовь во время холеры». В бытность своего второго срока правления Нунис боролся за фундаментальную перестройку политической структуры страны, которая закончилась принятием и введением в действие новой конституции Республики Колумбия, ставшей известной как Конституция 1886 года. Моледо был человеком всесторонне одаренным, любил историю, географию. В те годы большинство населенных пунктов Колумбии именовались либо в честь прежних президентов и политических деятелей, как, собственно говоря, Вилья Ольгин, либо труднопроизносимыми индейскими названиями. Любитель истории Моледо решил внести в топонимику страны новые краски, дать колумбийским городам, краям и населенным пунктам наименование древних городов и стран. Именно поэтому в топонимике современной Колумбии можно встретить не только Армению, но и Андиохию, Элладу, Аквитанию, Пальмиру, Александрию, Фландрию и прочее. Топонимический наказ Моледо вступил в силу в 1888 году. А в 1889 году на карте мира появилась еще одна Армения – Колумбийская. Надо сказать, ей повезло больше. Из-за удобного расположения и кофейной промышленности Армения стала самым большим городом среди остальных переименованных городов. Поэтому спешу сообщить, что Колумбийская Армения никакого отношения не имеет ни к резне армян в Османской Турции, которая произошла через пять лет после того, как Армения назвалась Арменией. Ни, соответственно, геноциду армян 1915 года. Хотя именно эти два события чаще всего приводят нерадивые источники, путаясь в показаниях и утверждая, что город назван в честь погибших в геноциде армян. Как я уже говорил, в Армении нет армян, в отличие от других городов Колумбии. Во всяком случае, таковые не зарегистрированы в качестве постоянных ее жителей. Тем не менее, одним из крупнейших поставщиков кофе Армении является гражданин США Шаген Алибян. Изначально Шагена привело в Армению название города. Соотечественников он здесь не нашел, как и я, зато влюбился в местную колумбийскую, так называемую армянку Катарин Ньюман. Поженились, а позже Шаген так и вовсе прикупил в окрестностях Армении кофейные плантации и занялся производством вместе с супругой собственного кофе, особого побола и зажарки. Продукт так и называется «Кафе Армения». Вскоре кофе Шагена и Катарины стали поставляться не только по всей Колумбии в Эквадор, но и в Соединенные Штаты, Республику Армения. Пока вот такая география. Но все впереди. Как и сама мать Армения, ее колумбийская дочь горестая. Армения окружена лесами, водопадами, реками. Только вместо знаменитых армянских абрикосов, персиков, алычи, колумбийская Армения наполнена бананами, гуавой и маракуйей. Из-за благоприятного климата Армения снабжает всю страну свежими фруктами круглый год. Город часто именуют не только кофейной столицей Колумбии, но и ее фруктовой тарелкой. Не обделена Армения и садовой флорой, особенно в центральной части, утопающей в цветах, в скверах и парках. Разнообразные орхидеи, георгины, розы благоухают сухоженных клумб, а экзотические птицы, многих из которых мы привыкли видеть в клетках, свободно порхают над ними. Но это город, самое удивительное, за городом в долине Кокора. В 30 минутах езды от Армении, там, где обитают кондоры, находится долина Кокора. Кстати, Армения – самая крайняя северная точка Южной Америки в реале кондоров, обитающих от чилийских Ант на юге до колумбийской Армении на севере. Кокора – вторая достопримечательность города после кофе. Кокора – удивительное место. Называют ее еще Пальмовой долиной, и здесь произрастают самые высокие пальмы в мире – восковые. Долгое время они служили людям-источником воска для свечек, использовались в церемониях. Теперь это национальный парк, входящий в состав природного парка Колумбии Лос-Невадус, который охватывает 4 департамента и составляет более 60 тысяч квадратных километров. Высота произрастающих здесь пальм достигает до 80 метров. Их верхушки расположены среди облаков, отчего стройные гиганты выглядят еще более величественно. А живут восковые пальмы до 120 лет. Листья у них темно-зеленые, с сероватым оттенком, ствол гладкий и покрыт воском. До изобретения электрического пальмовый воск использовался в производстве мыла и свечей. Внешняя часть ствола использовалась для строительства домов и систем водоснабжения, а плоды для кормления домашнего скота. Поэтому, если оглянуться назад, лет на сто, то вся Армения была построена из стволов этих пальм. И не только Армения, но и все близлежащие города Колумбии. Люди использовали ресурсы пальм так часто и нещадно, что их количество стало быстро сокращаться. Колумбийское правительство было вынуждено принять меры для сохранения оставшихся деревьев. В 1985 году даже вышел указ о том, что человек, срезавший воск с пальмы, будет приговорен к казни. Глядя на такое чудо, поймал себя на мысли, что впервые в жизни согласен с таким жестким законом. Иначе бы ни я, ни все те, кто приедет в Армению, никогда бы не увидели эти нерукотворные произведения божьего промысла. Ну вот вы сами все увидели, всю эту красоту. Куда только не приведут меня эти армянские следы. Сейчас я в Южной Америке, был в Африке, в Азии, в Европе. Ну, практически во всех уже континентах. И каждый раз, как первый раз, каждый раз я удивляюсь столь девственной природы. Чем меньше людей, тем больше красоты, тем больше природа сохранила нам своих дарований. И наверняка я бы здесь не бывал, если бы не Армения, которая вот здесь, она вот под боком, колумбийская Армения. И она не менее красива той Армении, матери своей, которая в Закавказье. Поэтому все, кто бывал в той республике Армения, обязательно побывайте и в колумбийской Армении. И наоборот, если вы бывали уже в Колумбии, в Армении, побывайте в материнской Армении. Я думаю, это стоит того, чтобы увидеть и мать, и дочь. Побывать в колумбийской Армении – это только часть плана, намеченного мной, который я реализовал частично. Всему виной коронавирус. Очень неудобно каждый раз при переходе той или иной границы тестироваться. Тем не менее, впереди меня ждут не только остальные Армении, но и соседние с Колумбией – Венесуэла. Там Армении нет, зато есть армянская община, свой храм, свой мемориал, посвященный геноциду армян. Кстати, в отличие от Венесуэлы, Колумбия пока что не признала преступления турок в начале 20 века против армянского, греческого, осенийского, русскомалаканского и езидского населений. Тем не менее, муниципалитет самого города Армения формально признал эти злодеяния. К примеру, в 2019 году турецкие парламентарии пригласили ряд колумбийских коллег в Анкару. Поехал и депутат от Армении. А после его приезда из Турции в Армении случился скандал. Администрация департамента Кендио Армения осудила своего представителя за поездку в Турцию. Все же есть в Армении армяне колумбийского происхождения, у которых нет ни капли армянской крови, зато литр совести, чтобы с гордостью называть себя жителем Армении. И это здорово, ведь бывает так, что не у каждого натурального армянина с литром армянской крови находится капля совести в отношении врагов Армении. В Колумбии Армения без армян, но здесь у нас и немало друзей. Бенвенидо а Колумбия, Армения, la ciudad de las maravillas, los amigos y la luz. Я побежал! Лежат под крестом. Вадим? Вадим. Вадим. Я Вадим, а он Вадим. А это с позволения сказать Магелланов залив. Честно говоря, боюсь заходить и кушать, который боролся против азофилия ислама. Питаться человечиной было обычным таким занятием. А остальные неинтересно, как зовут. Которые находятся в самой попе. Ну вот, друзья, теперь мы на Филиппинах. И начну я свое небольшое повествование из этой страны издалека. Собственно, сама страна тоже находится далеко. Соответственно, и к теме нашей я подойду сегодня тоже издалека. Наверняка вам делали когда-нибудь замечание, когда вы африканца называли негром. А еще хуже, негритосом. Ну, так вот, я хочу поправить тех, кто делал вам замечание. Дело в том, что это испанское название. Жители Африки, испанцы, называли негрос. То есть, черные. Всего лишь черные. Ничего тут уничижительного нет. Но есть и то же слово такое, негритос. То есть, это не русские придумали. Это не то нарицательное, где еще больше оскорбить, скажем, негра. Ни в коем случае. Опять же, слово от тех же испанцев. Тех они называли негрос. То есть, большие черные люди Африки. А вот уже жители Балакского архипелага или филиппинского архипелага. Те же испанцы называли негритос. Соответственно, черненькие. Потому что те были большие, негрос, а эти маленькие и черненькие. Поэтому и негритос. Отсюда и негритос. Поэтому, если вы филиппинцев будете называть негритосами, не ошибетесь. Они и есть негритосы. Только правильнее негритос. Так что, как вы поняли, негритос это целые племена. И много. И это правильное литературное название данного этнонима. Или экзонима, если хотите. В общем, как Фернан Магеллан, великий мореплаватель, открыл филиппинский архипелаг, так с тех пор и поселились здесь испанцы. Испанцы правили этой колонии с середины 16 века. И филиппинцы, местные жители, туземцы, очень хотели получить независимость. Они столетиями боролись за свою независимость. И им удалось это сделать только в конце 19 века, в 1896 году. Но недолго они плясали от радости. Так как на смену испанцам пришли американцы. И оставались здесь до 1946 года. То есть до окончания Второй мировой войны. Ну и с тех пор филиппины независимы. И говорят они на тагалокском языке. И еще на каком-то гибриде English, Pigeon плюс испанский. Испанского они уже давно особо не знают. Но зато сохранились с тех времен испанские имена и даты фамилии. Но при этом говорят на Pigeon English. Ну и католичество, как вы поняли, они тоже приняли, конечно же, от испанцев. Впрочем, и название страны Филиппины ничто иное, как имя короля Испании Филиппа Второго. Тем не менее, знаете, испанцы, что четыре столетия бывали здесь на Филиппинах, куда меньше принесли горе этому народу, чем американцы за несколько десятков лет. Только в одной Маниле, здесь, в столице страны, было убито американцами в среднем 100 тысяч человек. Здесь была страшная бомбардировка во времена Второй мировой войны. Город буквально заново был построен с переселенцами из деревень, из других малых городов. И, кстати говоря, наша же с вами тема все-таки армянская. Именно при испанцах армяне были единственными нацменьшинствами, или, скажем так, иностранцами, наверное, так будет правильнее, которые могли торговать с Филиппиной, с Филиппинами. То есть армянские купцы прибывали сюда за товарами, отсюда увозили товары, сюда привозили товары из других стран, в частности из Персии и Индии. Это была единственная нация, которым испанцы давали возможность это делать. Кстати говоря, очень шумно здесь, я уже голос, наверное, свой потеряю скоро. Кстати говоря, кто бывал из вас в армянском квартале Иерусалима, там есть панно, где изображен, так и написано, армянский купец из Филиппин. Обратите внимание, это музей армянского квартала, большое такое панно стеклянное, и изображен вот этот самый армянский купец из Филиппин. Вот не знаю, как в Маниле, во всяком случае я ничего не слышал об этом, но в центральной части острова Лусон армянские купцы, видимо, они же были, некоторые из них, конечно же, были и поселенцами, основали небольшое поселение, которое так и назвали Армения. Это центральная часть острова Лусон. Дальше есть такое же небольшое поселение Армения на острове Мазбате. Это центральная часть вообще филиппинского архипелага. Ну и известный такой остров для отдыхающих на Филиппинах, во всяком случае известный остров, это Себу. И вот на юге, самом юге Себу, есть тоже деревня с названием Армения. Все они были основаны вот этими самыми армянскими мореплавателями, мореплавателями Средневековья, купцами. Две деревни из них я постараюсь посетить. Это которая на Лусоне и в Себу. Ну а в Мазбате я, к сожалению, не смогу поехать. Ну я думаю, две деревни из трех будет вполне достаточно, чтобы заглянуть к ним, узнать, есть ли там армяне, хотя я очень бы удивился бы, если бы они там были, учитывая мои латиноамериканские поездки, где там не просто деревни, а города Армения. Но армян уже давно нет. А уж в деревне на филиппинских архипелагах уж тем паче наверняка нет. Но, тем не менее, я туда съезжу. Да, хотя бы прямо сейчас. Потому что в Маниле, в принципе, по армянским нашим делам делать нечего. В общем-то, такая тишина после Манилы. Ну, просто благодать. Никогда не думал, что тишина может так спокойно влиять на мозг. Ну, в общем, мы в Армении. Это единственная Армения, которая находится в самой попе, мягко выражаясь, в самой попе. Вот я даже не знаю, с чего тут начать. Вот, например, школа. Вот видите, написано тут. Армения. Да, да, вот она школа, вот эта вот, так сказать, армянская. Разрисованные стены. Здесь население, скажем так, для деревни, не сказать большое, но и немаленькое. Четыре с половиной тысячи жителей все-таки, как-никак. А вот вышли тут местные жители, меня встречают. Вот видите, как местные армяне. Вот местные армяне. Армения. Армения. Да, да, Армения. 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 Мне тоже. Да. Кстати, кстати говоря, вот эта вот футболочка, вот здесь вот, не знаю, видно, нет, вот написано. Футболочка была куплена в этом, в Колумбии, в колумбийской армении. Вот я с ней ношусь по всем Армениям, и сейчас вот в этой попе мира нахожусь. Почему я сказал попе? Потому что, ну, это действительно такая Армения, которая, ее сложно очень найти. Смотрите, она почему-то не на берегу. Все Армении, ну, кроме той, что в Колумбии, там понятно, почему, я рассказываю. Но вот все Армении, они как бы находятся в этом, на берегу. А вот эта Армения в глубине острова Лусон. Вообще непонятно, что тут делали армянские купцы, почему здесь. Хотя у меня есть некоторые догадки, о которых я скажу. Вот тоже, это вход в эту вот школу. Вы заметили, да, везде, где не Армения, я начинаю со школы. Потому что, видимо, все эти Армении славятся своими школами. Самое красивое, что есть в Армениях мира, это их школы. Местная католическая церковь. Нет, она не католическая, она баптистская, евангельская. В общем, когда я ребятам показал свой армянский паспорт, у них отвисла челюсть, и они очень удивились. Возможно, эти ребята... Вон, видите, как они меня приветствуют, смотрите. Это, это... Они меня приветствуют, узнали, что я из Армении. Потому что вот они все армяне, но немножко не такие, а я первый, который здесь. Вон, со всех классов тоже скакивает. Интересно тут получается. Смотрите, вот этот человек, который кричал всем армянам барев, он, оказывается, по имени... Вадим? Вадим. Вадим. Я Вадим, а он Вадим. Представляете? И этот тоже Вадим? Нет. Этот Вадим. Этот Вадим, я Вадим. Я Дарил. Дарил? Дарил. Вау, вот так вот. Мелай. Ну, остальные неинтересно, как зовут. А это вот здание администрации. Барангай, Армения. Кстати, вы, наверное, не услышали, вот эти ребята, которые сейчас барев, кричали. Они зашли в здание администрации и здороваются с ними теперь уже по-армянски. Им понравилось это слово. Слышите, да? Вадим Барев, Вадим Барев. Так, сейчас я узнаю, что тут происходит. Я могу зачитать только ту информацию, которой мы располагаем. Точная дата основания нашего селения Барангая, Армения, неизвестна. Знаем только, что когда Филиппины были оккупированы европейцами, через наши острова проходили и торговые каравеллы, которые называли наши населенные пункты в честь своих городов европейских. Видимо, на нашем острове останавливались люди из Армении, жили здесь, культивировали землю, поэтому так и назвали. Во всяком случае, к северу от нас есть Барангай Сан-Карлос, к востоку Барангай Ла-Пас и к западу Тарлак. Их основали испанцы. Получается, что наш Барангай Армения основан людьми из этой страны. Ну, вот я местных армян, так сказать, филиппинских подписал на антитопор. Ну, они, естественно, ничего не понимают, но, тем не менее, подписались. Ну, в общем, никто ничего не знает, старики-то померли давно. Молодежь, видимо, не интересуется, скитается по миру. Вот. Ну, некоторые данные из старых таких филиппинских книг, ну, я о них уже рассказывал вам про армянских купцов, мореплавателях, которые ходили по морю в этих самых краях до кантона. А в прошлый раз мы снимали на Суматре армянскую церковь, да, в этом, в Сурабае, которая уже стала китайской. Так вот, в этих краях останавливались армянские купцы и Армения, которая находится на острове Лусон, причем в центре острова Лусон, почему она не на берегу, да, где обычно была пристань, и эти самые армянские купцы останавливались у этих самых пристань. Но здесь особый был случай. Сюда армянские купцы вглубь острова прибывали за зерновыми культурами, за рисом, за другими культурами, для того, чтобы обеспечить, прежде всего, себя питанием и идти дальше по воде. И здесь жила одна армянская семья, которая и заведовала этими полями, выращивала, значит, бобы, всяко разные культуры для обеспечения армянских мореплавателей и купцов едой и всем самым необходимым. В принципе, вот поэтому вот эта вот маленькая земля и называется Арменией. Они ее назвали Арменией еще в середине 18 века. То есть это, я вам скажу, уже поздние купцы. Это уже почти конец испанских колоний на этих землях. Потом, когда ушли испанцы, ушли вместе с ними и армяне тоже. Вот. Поэтому вот как бы так. А то, что касается других Армений, там уже все у моря, там уже у пристани. И понятное дело, как и в Калькутте, как и в Кантоне, как и в Сурабае, армянские мореплаватели приходили, значит, определенным пристаням. И там они, значит, называли в честь своей этнической родины вот эти самые точки, куда они пребывали. Так что это место, где мы сейчас находимся, почему я назвал Попой Мира, Единственная точка на земле, которая Армения, но при этом находится в глубине острова. Не на краю, как обычно это бывает, а именно в глубине. Поэтому она и Попа Мира. Вот, собственно, и эти поля Армении. Ничего с ними не стало, с этими полями. Эти поля до сих пор существуют, разве что население тут филиппинское. Плюс еще дома, естественно, разрослись. Население тут стало большим. Ни одна армянская семья. Вот как бы вот так. Вот я здесь получил, видите, печать, что я побывал на филиппинской Армении, в Барангайе. Вот мне любезно предоставили вот такую вот печать. Местные армяно-филиппинцы. Ну что ж, я вернулся в Тарлак-Сити, ближайший город к Армении, потому что вот-вот мой автобус уже должен отойти в Манилу. Иначе, если я сегодня не уеду, мне придется заночевать где-то здесь. А мне где-то здесь ночевать не хочется, потому что мне хочется хорошо отдохнуть, чтобы послезавтра улететь в другую Армению на остров Себу. Так что я побежал. Мой автобус уже где-то там на горизонте. И тут я вынужден извиниться, так как докопался до истины. Но это дело хорошее. Главное вовремя докопаться до истины. А нам же нужна именно истина. А поэтому без всяких приукрашиваний. Как оказалось, тут трудности перевода. С тагалокского на английский, с английского на русский. И вот это вот все дальше пошло. А значит вот что. Семья эта была не армянская, которая сидела в поле, выращивала рис и подавала армянским путешественникам, то есть коммерсантам, этим мерчантам, купцам армянским, которые следовали из Ботавии в Кантон. Вот эти вот продукты, овощи, фрукты, воду и так далее. Это была обычная филиппинская семья. Другое дело, что вот у армян, купцов, которые следовали по этому маршруту, Южно-Китайскому морю в особенности, и останавливались на филиппинских архипелагах, у них было несколько таких точек, несколько таких баз. Одна из которых там, где мы сейчас с вами и побывали, на Лусоне. То есть там они брали продукты, чтобы дальше следовать, с голоду не помереть, так скажем. Брали питьевую воду, отдыхали несколько недель, но отправлялись дальше в путь. И так как они там себя чувствовали как дома, вот эти вот свои пункты на филиппинском архипелаге, эти самые армянские мерчанты и стали называть армениями. Вот там мы и побывали с вами. Так что, друзья, почти было так, но не совсем так. То есть купцы все-таки армянские, но при этом семья была филиппинская. Вот примерно вот такая вот. Спасибо! Ну вот, после того, как мы докопались до истины, а она всегда где-то рядом, настало время лететь на Себу, на следующий остров. Ведь у армянских купцов таких зон было три. Во всяком случае, с названием Армения, я не спорю, может быть, их было больше. И, скорее всего, было больше. Но, к сожалению, мы можем только догадываться по зонам, которые называются Армения. Тогда зоны, сейчас это деревни. Ну, на Лусоне мы уже были, на Себу мы полетим, а Мазбаты, как я уже говорил ранее, к сожалению, проигнорируем. Ну, я думаю, ничего там нового и сверхъестественного на Мазбаты мы не увидим. Тем более, он даже меньше, чем те Армении, которые находятся на Себу и где мы уже бывали на Лусоне. Так что, вперед на Себу. Тем более, остров и без армян сам по себе очень интересный. Я о нем уже на месте вам расскажу. Что ж, ну вот я и на Себу. Топ, понимаю, понимаю, вы наверняка уже по ту сторону экрана несколько раз меня поправили, что, дескать, не Себу, Вадим, а Себу. Ну, знаете как, я вам скажу. Дело в том, что на тагалокском языке, языке аборигенов, местных жителей, все-таки правильнее Себу. Но почему миру городок известен, вернее, даже остров известен как Себу? Потому что так его стали произносить испанцы. И распространили на все другие языки этот остров, как Себу. С ударением на гласную, самую последнюю. Поэтому, ну, можно сказать, будет правильнее и так, и так. Но так как я гость этого острова, гость туземцев, поэтому буду говорить так, как говорят местные жители. То есть Себу. Что касается испанцев, ну, вот, благодаря им, впрочем, и находится здесь этот самый крест, который я вам покажу. Первый крест, который туземцы поцеловали, крестились и стали католиками. Он находится здесь, вот в этой каменной беседке, внутри. Здесь всегда много верующих со всех островов филиппинских. Так как есть поверье, что этот крест, который привез сюда Магеллан со своей экспедиции, имеет чудодейственную силу. За все эти века они часто его откалывали, крест деревянный. Но пошли на хитрость власти, обвели его металлическим обручем. Сейчас уж не так просто и обломать этот крест. Ну, сколько тут подлинника осталось, процентов, конечно, теперь судить сложно. Но установлен он был Магелланом 21 апреля 1521 года. Ну, посмотрите, свечи здесь почему-то не зажигаются. Вот они просто лежат под крестом. Вот благодаря этому кресту, в отличие от Индонезии, которая приняла ислам, филиппины стали христианами и католиками. Посмотрите, а здесь уже старейшей, на Филиппинах католической церкви уже ставят свечи. Здесь находится храм Сан-Тониньо, святого младенца в переводе с испанского. Ну, имеется в виду младенца Христа. Вы знаете, так много всего не укладывается. С одной стороны, они такие искренне верующие, такие ревнители даже, я бы сказал, католического христианства. И они благодарны Магеллану, что тот принес им сюда, на острова, слово Боге. С другой стороны, они почитают Лапу-Лапу, который убил этого самого Магеллана, как национального героя. Здесь даже некоторые говорят, что он не просто убил, но и съел его. Впрочем, вполне возможно, учитывая те времена. Мне, честно говоря, напоминает это что-то с Бабеком Хуррамидом, если вы знаете такого. Я думаю, многие знают, наверное, иранский тоже такой национальный герой, который боролся против засилья ислама. Но в то же время Иран сейчас такая исламская республика, ревнозные мусульмане, шииты, но при этом почитают Бабека, то есть Бабака, как они говорят, за своего национального героя. То же самое происходит и здесь. Может быть, просто нужно отделить муха от котлет, то есть светское от религиозного, и тогда мы придем к истине. Скорее всего, там. А это, с позволения сказать, Магелланов залив. Не путать с Магеллановым проливом, что в Южной Америке. Вот так вот выглядит Магелланов залив здесь, больше напоминает трясину. Ну, во всяком случае, то место, где произошло сражение, где высадился в 1521 году Фернан Магеллан, и где 27 апреля случилось тут сражение. Вот как раз аккуратно на этом самом острове, где я сейчас стою, здесь произошла битва. И здесь же от рук лапу-лапу погиб Фернан Магеллан Великий, мореплаватель, который совершил, а некоторые говорят, он не успел совершить, кругосветное путешествие. Первое кругосветное путешествие. Вот здесь вот Стелла стоит, флаг, потому что все-таки филиппинцы его считают тоже своим героем, первым героем, и вообще первым человеком, который бросил вызов испанским колонизаторам. Они им, естественно, гордятся. Здесь я вам вот чуть ближе покажу эту трясину, так называемый Магелланов залив. По нему можно теперь ходить пешком. Но опять же, друзья, я говорю о той части залива, прибрежной части, скажем так, залива. Вот здесь вот столько мусора. Там за деревьями, не спорю, там водяная гладь. Но здесь историческая, казалось бы, часть, но сами видите. Вот памятники тут понатыкали буквально один за другим. Впереди сначала идут батальная часть, потом флагшток, памятник Лапу-Лапу, и за ним так называемая могила Фернана Магеллана. Вот такой он тут красавец Лапу-Лапу. Герой, как ни странно, христианского мира, герой мусульманского мира. Так как, я еще раз повторюсь, бросил вызов первым европейским колонизаторам. Хотя он, будучи не мусульманином, естественно, и не христианином, стал героем представителей этих двух конфессий. Этот самый Лапу-Лапу. Ну, а вот сразу же за ним так называемая могила Магеллана. Такая обшарпанная, очень старая. Но на самом деле под этой могилой нет никакого тела, потому что тело Магеллана так и не нашли. Поэтому здесь есть версии, что он был убит Лапу-Лапу и скинут им вот в этот залив, который я вам показал, и превращен в трясину. Либо есть вторая версия у местных жителей, что Лапу-Лапу со своими воинами его съел. Дело в том, что в те времена питаться человечиной было обычным таким занятием. Ну, не сказать, что это был каннибализм в той форме, каким мы его сейчас представляем. Ни в коем случае, нет. А нужно было испробовать, внимание, мясо своего врага, чтобы взять его силу. Она-то ему уже не нужна, врагу. Вот и поэтому вторая версия о том, что Магеллан был съеден Лапу-Лапу и его солдатами, тоже имеет место быть. Смотрите, а тут несколько метров, так сказать, от Магеллановой могилы захоронен сам Лапу-Лапу. Вот он под крышей. Видите как, все у него тут цивильно, в отличие от Магеллана. Вот уже настоящая могила. Тут люди скрылись от дождя, пошел сильный дождь, как вы видите. Но нам повезло, мы успели поснимать. Вообще очень странно, обратите внимание, филиппинцы такие ревностные католики. Ведь они стали католиками благодаря все тому же Магеллану. И, как вы видели, даже его крест хранят. И тем не менее, и тем не менее. Ну уж не знаю, как вам, а как по мне, этот самый Магелланов залив производит удручающее, конечно, впечатление. Но можно было как-то почистить, я не знаю. Хотя во многих странах третьего мира к историческим наследиям вот так вот и обращаются. Ну что ж, дело не в этом. Здесь прошел дождь. Это сейчас вот уже ясно. Но вот я узнал, что в этом Барангай-Армении, что на юге Сепу, там вообще тропические ливины, там штормит. И попаду ли я сегодня туда или нет, я не знаю. Если я сегодня туда не попаду, соответственно, я уже не попаду. Потому что завтра мне уже отсюда вовсе улетать с Филиппин. Вот. Поэтому не обессудьте, если вдруг я туда не попаду, и вы не увидите сюжет из Сепуанской Армении. Впрочем, как я понимаю, вы ничего не потеряете, как и я. Потому что Сепуанская Армения, она в три раза меньше той Армении, где мы уже с вами побывали в Лусоне. То есть там всего, по-моему, если я не ошибаюсь, мне сказали около 150 домов, одна школа и одна спортплощадка. Вот, в принципе, и все. Стоит ради этого ехать туда, менять три транспорта, два острова и три транспорта, я не знаю. Если погода нормализуется там, во всяком случае, то, естественно, мы двинемся. Если нет, ну, на нет и сюда нет. Насладитесь фотографиями из интернета. Что ж ты говоришь? А случился тут казус. Я сейчас не на Сепу, я на острове Мактан. Это рядом Сепу, буквально за небольшим таким проливом. Городок называется Лапу-Лап. Да, да, в честь того самого героя, то ли людоеда, то ли не людоеда. Ну, пусть будет людоеда. Так вот, я приехал к нему на родину, в городок Лапу-Лапу. И совершенно случайно, честно, я об этом не знал, совершенно случайно увидел здесь вот это кафе Армения и, значит, джим-зал рядом. Вот я не знал, я просто мимо проходил, гуляю по городку Лапу-Лапу, потому что, ну, как я говорил, я большой любитель географии. И поэтому филиппинский архипелаг, по сути, для меня это вдвойне праздник, помимо армянского. Это еще и географический праздник, потому что здесь я как в паломочке ощущаю себя, потому что все-таки здесь побывал Фернан Магеллан. Ну и родина Лапу-Лапу. Нет, странно. Я, честно говоря, боюсь заходить и кушать на родине людоеда вот в это кафе, пусть даже оно называется Армения. Кто знает, из чего там шашлыки. Ну, я как бы надеюсь, что не из Магеллана и вообще не из человечной. Ну, согласитесь, достаточно такая вот интересная вещь получилась очень неожиданно, очень неожиданно для меня. И я в растерянности и не знаю даже, что говорить с этого места. Ну вот, я поинтересовался, оказалось, хозяин этого заведения и фитнес-зала и кафе, он сам родом из той самой Армении, что на юге Себу. Так что он не армянин, никакого отношения к той республике Армении не имеет, но имеет прямое отношение к Армении, которая была точкой армянских мореплавателей Средневековья. Ну, и как вы уже наверняка поняли, на Себуанскую Армению нам не попасть. По двум причинам. Опять же, из-за штормов первая основная причина, и вторая причина это все-таки... Сейчас я пропущу машину. Вторая причина это все-таки дальность, менять транспорт и так далее. А мне, к сожалению, как бы мне еще не хотелось остаться, но надо улетать. Армения, как я уже сказал, это Себуанская Армения, та же база была для армянских купцов. И, кстати говоря, в самом начале, если вы помните, я рассказывал о том, что армяне были единственными не испанцами, не европейцами, если так можно выразиться, которые могли заниматься внешней торговлей на территории филиппинского, современного филиппинского, естественно, архипелага. И поэтому они имели здесь те названия на своих пунктах, которые сами и называли. То же самое делали и другие купцы, испанские купцы. Например, купцы из Кордовы здесь назвали свои точки Кордовами. Купцы, скажем, из Севильи назвали свои точки Севильями. Поэтому по всем этим островам филиппинским достаточно много таких испанских названий, которые и сейчас встречаются в Испании, различных городов, маленьких и больших, там Гранада и прочее. Все это можно здесь также увидеть. Но уникальность армян как раз-таки заключается в этом архипелаге в том, что они единственные, кроме испанцев, которые тоже имели свои купеческие базы, свои пункты для оснащения своих трюмов водой, продуктами, в общем, провиантами. Вот такой переправочной базы были Филиппины в средние века и для армян, и для других европейцев, которые ходили по морю из Ботавии в Китай, а то и дальше. Редактор субтитров А.Семкин